Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Спасибо большое, Владимир. Я очень ценю возможность побеседовать сегодня с вашей аудиторией про то, что происходит в Дагестане. В первую очередь потому, что с учетом драматических событий вокруг Украины, сейчас внимание к происходящему на Северном Кавказе очень сильно ослаблено. Ослаблено в России и ослаблено за рубежом. В то же время те проблемы, которые нам удалось зафиксировать в Дагестане, они с нашей точки зрения несут чрезвычайный характер. Если им не уделять должного внимания, то то, что происходит в регионе, может перерасти в полномасштабный кризис. Какого рода нарушения мы фиксировали в Дагестане? В Дагестане, как вы все знаете, уже достаточно много лет идет противостояние между государственными структурами и агрессивным вооруженным подпольем, подпольем исламистского толка. И все больше северокавказских полевых командиров в последнее время присягают на верность уже непосредственно ИГИЛ, а даже не Имарату Кавказ. И вот государство, как и любое государство, в такой ситуации, безусловно, имеет полное право и, собственно, обязанность защищать общественную безопасность и бороться с терроризмом. Но те методы, которые используются российскими силовыми структурами при противостоянии вооруженному подполью в Дагестане, они противоправны. Они не соответствуют принципу законности, они не соответствуют, собственно, законам российским, и они не соответствуют российским международно-правовым обязательствам. В ходе борьбы с подпольем происходит похищение людей, исчезновение людей, внесудебные казни, для выбивания признательных показаний широко применяются пытки. И вообще, если говорить в более широком контексте, в Дагестане на сегодняшний день мусульман-салафитов силовые структуры воспринимают как автоматически подозреваемых. То есть, казалось бы, есть люди, которых не подозревают в совершении конкретного преступления. Против них нет никаких свидетельств, нет никаких доказательств их причастности к подполью, их причастности к преступлениям. Но они просто потому, что придерживаются салафитского ислама, воспринимаются как симпатизанты боевиков, ну или даже непосредственно пособники боевиков. И вот что с этими людьми происходит? Они ставятся на специальный профилактический учет, который в просторечии в регионе именуется ВАХ-учет, учет ваххабитов. И далее жизнь их перестает быть нормальной. Их непрерывно дергают, дергают на допросы у них, снимают отпечатки пальцев, их фотографируют по много раз, непонятно опять же зачем. Некоторых принуждают к сдаче материалов на ДНК и все время интересуются, как они относятся к ваххабизму. Термин этот используется некорректно, расширительно и с неизбежной негативной коннотацией, как они относятся к боевикам и даже почему они до сих пор не с боевиками. Я процитирую дословно одного из людей, которого мы интервьюировали в Махачкале несколько месяцев назад. Он нам рассказывал про особенности жизни, состояния на ВАХ-учете. И вот он говорил, тебя постоянно забирают в отдел. И каждый раз тебе задают одни и те же вопросы. Куда ты направляешься, с какой целью, как относишься к ваххабизму. И вот один сотрудник ко мне все время приставал, а ты сам, почему еще не в лесу, почему ты не с ними, почему ты не с боевиками. И вот говорил нам этот человек, у меня создается ощущение, что меня полиция сама подталкивает, буквально гонит в лес, не дает мне прохода. И я такой не один, то же самое происходит с другими разными знакомыми. То есть мы фактически имеем дело с ситуацией, когда салафитские общины находятся под непрерывным прессингом. И людей действительно буквально выдавливают в лес. И это, к сожалению, неизбежно приводит к радикализации общин. И, естественно, одним из косвенных результатов этой ситуации является рост популярности ИГИЛ, особенно среди молодежи. И, в принципе, радикализация местных сообществ. То есть такого рода борьба с терроризмом, те методы, которые используют при борьбе с терроризмом, они по факту контрпродуктивны. С нами на прямую связь вышла адвокат Сапият Магомедова. Она находится сейчас в республике. Сапият, добрый вечер. Слышите нас? Добрый вечер. Какие наиболее вопиющие примеры нарушения прав граждан вам приходит сейчас на память из числа последних, наиболее свежих? Вам слово. Ну, в данном случае я могу говорить про полицейские, про правоохранительные или про судебные системы, опираясь только про их беспредел, только опираясь исключительно адвокатский опыт, скажем так, личный опыт. Действительно, в Дагестане есть такая, скажем, сложилась практика, когда ставят лиц на профилактический учет и периодически их выставляют в отделы полиции, ведут с ним беседы, снимают отпечатки пальцев и практически очень много жалоб от граждан, что вот они вроде ничего плохого не делали, но при этом их периодически тревожат сотрудники полиции. Действительно, конечно, в моей адвокатской деятельности проблем на самом деле много. Это и неразивые коллеги, и суды, и беспредел правоохранителей, которые, в частности, права граждан на самом деле существуют формально на бумаге, но на самом деле они не соблюдаются. И самое обидное в этой истории то, что те люди, которые должны защищать права граждан, они сами же и нарушают их. И в большинстве случаев граждане как раз-таки приходят с жалобами на действия тех или иных сотрудников полиции, судей, прокуроров, следователей, хотя эти органы и эти должностные лица, они призваны защищать и обеспечивать законность и правопорядок, и права граждан. И действительно есть такое, что, например, в последние годы в республике сложилась ситуация с недописком адвокатов подзащитным. Я работаю с 2006 года в адвокатуре, и вот сейчас в последнее время участились в России, когда приезжают в Дагестан прикомандированные следователи, расследовать громкие дела. Обвиняемых по таким делам прячут от адвокатов, увозят в Владикавказ, то есть в другие республики, в другие регионы. И пока адвокат будет бегать за своим подзащитным посетенным республикам, глядишь, он и возьмет на себя вину, то есть его заставят признать ту или иную вину подпытками. В данном случае, сколько бы жалоб ни писали, куда бы ни обращались, все безрезультативно. Никто не реагирует, и вот этот беспредел, он как бы идет в последний период именно со стороны следователей, которые рекомандированы. Да, спасибо, Сипият. Давайте мы сейчас сначала соберем фактуру, слово главе правозащитного центра мемориала Александру Черкасову. Почему именно Дагестан стал такой вот точкой неблагополучия, как вы считаете? Тут совпало много обстоятельств. Во-первых, Дагестан еще с конца 90-х годов стал местом противостояния между традиционной и салафитской общинами. Так уж получилось, что тогдашний глава МВД республики, религерей Магомед Тагиров, был мюридом-последователем местных суфийских авторитетных шейхов. И он воспринимал борьбу с салафитами как не только служебную деятельность, но отчасти как деятельность религиозную. Тогда тоже был этот самый профилактический учет, ваххабитские списки и так далее. И когда в 99-м году Басаев вторгся в Дагестан, он ведь не нашел поддержки среди населения. Но после этого выяснилось, что проще бороться не с боевиками и их пособниками, а с состоящими на учете и ходящими в неправильные мечети салафитами. Начались задержания, пытки, признания под пытками, унизительные пытки. Но в итоге в судах многие обвинения распадались, и многие тогда заарестованные получили небольшие срока. Года два за ношение оружия. Двозчик. А мужик, которого, извините, на бутылку посадили, после этого выйдя, что будет делать? Он будет мстить. Началась вендетта. Некоторые отделы внутренних дел в Дагестане полностью отстреляли. Вот началась раскрутка конфликта, по сути дела, тогда же спровоцированная примерно тем же, что и теперь. Как один из методов борьбы с подпольем, тогда начали применять посещение и исчезновение людей. Мы поначалу этого не видели, поскольку занимались, прежде всего, происходящим в Чечне. Когда увидели, стало ясно, что это кошмар. С этим пытались бороться. Бороться и правовыми путями, и адресуясь к властям республики. И вот, казалось бы, власть республики, сменивший, ставший президентом Магомед Салам Магомедов, на какое-то время воспринял и повел республике, что называется, новый курс. А именно, на борьбу с терроризмом, а не на борьбу с неправильно верующими. Какие две главные его составляющие были? Во-первых, прекращать людей выталкивать в лес. И, во-вторых, давать возможности выходить из леса. Комиссия по адаптации боевиков, работавшая публично, работавшая с использованием телевидения, так, чтобы молодежь видела, что это такое. А, с другой стороны, прекращение такого мощного давления на салафитские приходы. Закончилось даже, по-моему, это было весной 2012 года, неким заявлением совместного такого совещания авторитетов суфийских и салафитских общин, что все вопросы решать миром. Чем это закончилось? Закончилось, во-первых, тем, что террористическое подполье нажало на ситуацию. Взорвали одного из известнейших местных суфийских шейхов Саидофанди Чаркейского. А, с другой стороны, как раз тогда, в 2012 году, из Чечни в Дагестан вывели Ханкалу, временную оперативную группировку отделов подразделений МВД. Эти самые пригомандированные из России милиционеры, которых в Чечне прятали на Ханкале, поскольку там основную работу вели кадыровцы, здесь получили полную свободу действий. А дальше приближалась Олимпиада. И, видимо, силовикам дали полную свободу рук. Сменили потом президента, теперь там у нас президентом, главой республики Абдул-Атипов. Про новый курс было совершенно все забыто. И борьба с подпольем сменилась борьбой с неправильным исламом. С всеми теми же последствиями, о чем говорила сейчас Татьяна. Здесь, наверное, нужно понимать, что вот этот период, новый курс Магомедова, как выразился Александр, продолжался около двух лет. И эти около двух лет салафиты могли дышать. Прекратились рейды на мечети, перестали задерживать женщин на улице за хиджаб, перестали задерживать мужчин на улице за бороду. Процветал салафитский бизнес, открывались какие-то исламские кафе, исламские магазины, школы, детские садики людям дали возможность жить нормальной жизнью. С ними вели диалог. И вот этот короткий период прошел именно под эгидой диалога. И надо сказать, что ближе к Олимпиаде в Сочи уже стало очевидно, что диалог, собственно, дает результаты. Потому что уровень насилия, число людей, которые погибли в вооруженных столкновениях между силовиками и подпольем, снизился эдак на 15%. Это, в общем, очень большая цифра. И вот если бы этот курс получил дальнейшее развитие, если бы продолжали применять мягкую силу, а не жесткую силу, то можно было бы надеяться на очень серьезный прогресс еще за следующие несколько лет. Но приближалась Олимпиада, власти опасались терактов. У них были основания опасаться терактов на Олимпиаде. Собственно, такие теракты декларировал на тот момент глава Эмарата Кавказ Умаров. И было принято решение. Хватит. Мы прервем диалог. Мы вернемся к жесткой силе. И вот это то, с чем мы имеем дело на сегодняшний день. Давайте тогда нашу коллегу подключим Григория Шведова, главного редактора сайта «Кавказский узел». Григорий, слышите нас? Да. Да. Вы согласны, что такую роковую роль сыграла Олимпиада в Сочи, вообще в ситуации в Дагестане? Ну, конечно, политика жесткой силы была выбрана во многом в связи с необходимостью предмонстрировать полный контроль за регионом на протяжении Олимпиады. Но есть и другая сторона медали. И звучит это все будет довольно цинично, но надо обратить внимание на другую сторону, о которой мы пока не говорим здесь. А вот какая другая сторона медали. Дело в том, что все многочисленные и, может быть, даже все, все грубейшие нарушения прав человека, о которых, как точно говорила и Татьяна, и Александр, и я начинала об этом рассказывать, все они имеют другое выражение. Вот если мы посмотрим на статистику за 2014 год и сравним ее с статистикой за 2013 год, а Кавказский узел еженедельно считает всех раненых и убитых в регионах Кавказа, и в частности в Дагестане, мы увидим, что в 2014 году число жертв вооруженного конфликта снизилось больше, чем на 50%. Ну, мы считаем, конечно, всех здесь, и мирных граждан, и силовиков российских, и боевиков. И здесь важно будет отметить, что именно среди всех людей, которых называются языками, это снижение наименее значительное, где-то около 5%, 4,7%. Но вот именно это понижение количества убитых и ракеных, оно, как мне кажется, в глазах людей, которые отдают преступные приказы, благословляют вот эту практику пыток, похищений, убийств, оно и оправдывает. Вот подобный результат, оно и оправдывает те действия, которые сейчас ведутся на территории Дагестана. И мы видим, что уже по первому кварталу 2015 года, мы видим, что количество убитых и раненых опять, вероятно, снижается уже в сравнении с 2014 годом. Другое дело, что во многом эти количественные параметры, они, вероятно, свидетельствуют не о повышении эффективности российских присутствий, о том, что многие потенциальные боевики выталкиваются не только вот в лес, как об этом говорила правильно Татьяна, но и в такой отдаленный, удаленный, можно сказать, лес, потому что действительно очень многие выехали на территорию Сирии и Ирак, очень многие воюют сейчас там, но то, что происходит в контексте выталкивания потенциальных боевиков и боевиков с территории Северного Кавказа на территорию контролируемую ИГИЛ, может иметь последствия, которые сейчас никто не посчитал. А последствия это возвращение этих людей на территорию Российской Федерации, и я, к сожалению, считаю, что такое возвращение вполне вероятно будет иметь нет. Спасибо большое, Григорий. У нас еще один гость, Владимир Малыхин, сотрудник программы «Горячие точки» по защитному центру Мемориалу. Владимир, вот что вы можете сказать, что какую роль играет преступная практика вот таких жестких зачисток, которые происходят в республике? Ну, как говорил Григорий Шведов, есть возможность возвращения боевиков из Сирии, из Ирака в Дагестан. И вот такая практика жестких зачисток, которые применяются в Дагестане, она может способствовать тому, что на месте в Дагестане будет сформирован своего рода мобилизационный резерв, которые, вернувшиеся с Ближнего Востока, полевые командиры используют для взрыва ситуации на Северном Кавказе вообще, и в Дагестане в частности. Вот лично я был в поселке Временной, где осенью прошлого года была проведена, ну, наверное, самая масштабная за последнее время зачистка. Вот это довольно жуткое, надо сказать, впечатление. Поселок был, ну, я не подберу другого слова, он был просто выпотрошен. Там ни одного целого дома не осталось, практически большая часть, заметная часть домов была снесена, практически все люди понесли огромный совершенно материальный ущерб. И самое, наверное, ну, не знаю, насколько главное, но заметное было, что многие люди просто оскорблены происходящим. Они оскорблены тем, как с ними обращались силовики, как их изгоняли из собственных домов. Они оскорблены тем, что им присваивали номера для якобы входа и выхода в поселок. По крайней мере, ну, несколько человек, из тех, с кем я разговаривал, они очень сильно были оскорблены тем, что их фотографировали с номером, который они должны были держать перед собой, сначала анфас, потом в профиль. Они говорили, как в концлагере, с нами обращаются, в нашей стране, как с, даже не знаю, с кем, с преступниками, как в концлагере, как заключенными концлагеря. И было видно, что это, ну, они пытались отшучиваться, пытались как-то, ну, так со смехом это говорить, но было видно, что они оскорблены, они страшно оскорблены. На самом деле, мы назвали этот доклад, который увидел свет сегодня, война без войны, в большой степени из-за того, что нам удалось документировать как раз в поселке Временной, о котором вы, Владимир, сейчас говорили. Я сама несколько месяцев не выезжала на Северный Кавказ, мы очень плотно работали на востоке Украины, в частности, в связи с вооруженным конфликтом. И тут, наконец, мне удалось поехать в Дагестан и попасть во Временной в начале января этого года. До того осенью, ровно как и вы, я сделала одну попытку туда проехать, и нас, к сожалению, остановили силовики, пробраться мы туда в начале спецоперации не смогли. Спецоперация длилась, как мы знаем, больше двух месяцев. Далее люди вернулись к себе в поселок, наконец, потому что во время спецоперации все население фактически оттуда изгнали. Сначала всех мужчин в приказном порядке, потом постепенно выдавили уже женщин, стариков и детей. И вот люди, наконец, больше чем через два месяца, зимой возвращаются к себе домой и понимают, что дома-то у них больше нет. И мы об этом слышали, мы об этом читали, мы об этом знали, в частности, благодаря вам. Но когда я в январе сама, наконец, попала во Временной, то единственное, что мне приходило в голову, это, ну, боже мой, это ведь действительно очень похоже на некоторые населенные пункты, которые вот я буквально только что видела на Донбассе. Только на Донбассе, да, вот мы все знаем, там же война, а здесь же вроде как нет войны. А вот они, разрушенные дома, вот дома, более десятка домов, которые просто сравнялись с землей, которые были взорваны. Вот разграбленные дома, полностью разрушенные инфраструктуры, и люди, которым некуда деться. И я очень хорошо помню, что в одном из интервью, которое я взяла во Временном, женщина мне рассказывала, рассказывала слезами на глазах, что они день за днём ходили в администрацию в Махачкале, пытались добиться каких-то компенсаций, пытались добиться того, чтобы их признали вынужденными переселенцами, ну, потому что их же выгнали из дома, деться-то им некуда. И вот уже дело близится к Новому году, а детей жалко. И они пытаются в администрации добиться встречи с каким-то чиновником из Министерства образования в надежде выпросить детям подарки. Самые скромные карандаши, какие-нибудь книжки, чего-нибудь. Но детей-то жалко в конце концов. Ну, Новый год же у всех, у всех ёлка, а у этих не будет. И вот они сидят в коридоре и ждут, вроде бы им обещали чиновнице с ними встретиться, ждут, 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 ждут. И, наконец, уже дело к вечеру. Им говорят, нет, вы знаете, вы не ждите, потому что вот она на важном правительственном совещании там обсуждают помощь к Новому году детям Донбасса. И вот стоит эта женщина, мне говорит, понимаете, а как, нет, ну, конечно, да, дети Донбасса, война, нет, жалко, но почему же наших детей-то никому не жалко, почему же о наших детях никто не думает. И вот у людей таким образом выбивают из-под ног почву. А надо сказать, что многие из тех, кто пострадал во временном из-за спецоперации конца 2014 года, это люди, которые изначально пострадали из-за похожей, хотя менее масштабной спецоперации в Гимрах весной 2013 года, лишились своих домов и были вынуждены, собственно, спуститься во временной. И там снова начали жить, и там как-то обустроились, потому что у них не было другого выхода. И их лишили дома по второму разу. И вот что должны думать эти люди, как должны ощущать себя эти люди, почему у них действительно вроде как война, а на самом деле как бы и нет войны. Да, давайте дадим слово опять Сапиат Магомедову и адвокатам. Насколько типична вот эта ситуация с поселком Временной вообще для республики в целом? Сапиат, вам слово. Ну, в данном случае, чуть-чуть, я сказала бы, что, отходя от темы, то, что раньше, если участников незаконных вооруженных формирований, так скажем, боевиков, брали живыми, там, путем пыток заставляли, там, подписывать какие-то бумаги, признанные показания, но их, одним словом, брали живыми, да, можно было привлечь к уголовной ответственности и получить за это срок, либо там условный, либо там какой-нибудь маленький срок, но человек остался бы жив. Но в последнее время, мне кажется, вот когда началось это вот перед Олимпиадой, уже перестали вообще, скажем так, грубо говоря, шучукаться с ними, с лицами, которые, по мнению правоохранительных органов, причастны к совершению преступления направленности террористической, да, и экстремистской деятельности. Их стали просто-напросто при спецоперациях убивать этих людей. И никто, соответственно, не будет доказывать, на самом деле, был ли этот тот или иной погибший при спецоперации террористом, ваххабистом, там, боевиком, или вообще имело ли это лицо какое-либо отношение в том, чем его обвиняют правоохранители. Доказать он это не сможет, так как он мертв. Родственники запуганные, соответственно, некоторые пытаются доказать, там, обращаться с заявлениями, жалобами, но тут же почему-то оказывается на них давление, и они прекращают всякого рода, как бы, это обращение, боясь уже за собственную безопасность. Таким образом, получается, все раньше брали живыми, и можно было их привлечь. В последнее время они, конечно, участили случаи, когда лиц просто-напросто убивают при спецоперациях, лиц имеется в виду боевиков, да, что, по крайней мере, боевиками, их называют именно правоохранители, а на самом деле фактов, доказательств, подтверждающих эту версию правоохранителей, никто и не требует, и не искал спросить за это. Убит боевик, обычно, как при спецоперации, убит какой-то боевик, пишут и в связи с массовой информацией. Чем доказано, что этот человек является боевиком, это уже другая история и другой. То, что касается временного, честно говоря, да, очень много обращений, жалоб было, что там террорики творили беззаконие, но в данном случае я как-то эту ситуацию не отслеживала, и мне что-либо тяжело сказать именно об этой ситуации, потому что я туда не ездила, я никого из тех, обращающихся, не защищала, но читала, что там жители жалуются, что нарушают их права, что они вынуждены жить там у каких-то родственников, что со стороны анатологии, что в структур имеют место грубое отношение, издевательство и тому подобное, и над ними, и над их жилищем, над их родственниками. И вот такая ситуация именно связана с временем. Я не могу привести пример, что еще там, какая аналогичная ситуация где была. Да-да, мы поняли, Сипят. Но я могу сказать, что спецопераций очень много было в Дагестане, и в последнее время этих людей просто убивают. Да-да, мы поняли. Спасибо большое, Сипят, еще раз. И вот эта ситуация, она так бы осложняется тем, что идет работа на статистику, полицейские вынуждены работать на статистику, и для кого ведь не секрет, что спецоперацийские вынуждены требуют отчеты, что сколько-то преступлений расцветы по такой-то направленности, сколько-то по такой... А если нет преступлений, но статистику требуют, что тогда? Тогда надо подумать, в преступлении найти вязку, которая сможет на себя. Да, понятно. Вопрос Александра Черкасова. А как, по-вашему, усугубляете ситуацию недоверия населения к властям, порой хоррумпированным? Знаете, Дагестан одно из самых неблагополучных в России мест, если говорить о коррупции. Причем не только коррупции, скажем, как привыкли, что гаишники берут в зертли, но коррупции во всех сферах. Медицина, образование. Дагестан — это место, где действительно много верующих, которые не очень нравятся и официальные религиозные инстанции, и жизнь, которая вокруг. И почему-то эта жизнь дает массу поводов для такого недовольства. Ведь что порождает, что служит толчком здесь? Несправедливость, которая рядом, которая везде. И сейчас мы слышали, сейчас мы видели несколько примеров того, что людей буквально выталкивают. Выталкивают не только в лес. Татьяна сейчас говорила про подарки к Новому году. Извините, Новый год — это ведь не мусульманский праздник. Это как в Чечне, в позднем Асхадовский период, ваххабиты приходили в школу и говорят, мы не дадим вам елку устраивать. Их посылали, потому что... Что вы нам мешаете это отмечать? Люди держались за это, как за часть своего образа жизни. Если здесь женщины просили подарков к Новому году, значит, это отнюдь не прожженные салафиты. Но их, получается, просто выталкивают из жизни. Выталкивают туда, где потом ищут врагов. Наращивают эту самую рознь. Несправедливость еще и здесь. Это ведь очень чувствительно. В Дагестане гражданское общество, гражданское самосознание людей, понимание того, что нужно что-то делать, очень велико. Люди говорят друг с другом об этом неблагополучии, о том, что нужно что-то делать. Причем не только идти в нынешнюю власть, которая не очень нравится, но что-то нужно делать. И зачем людям с такой навязчивостью подсказывать, что выход-то там? Это может показаться сознательным, но на самом деле это просто безголовая система, которая возвращается к началу этой большой войны. Смотрите, зачистка временного более всего похожа на жесткие зачистки начало Второй Чеченской. Исчезновение людей. Так что у задержанного, похищенного очень мало шансов вернуться живым. Это тоже похоже на начало Второй Чеченской. Это возвращение к худшим практикам грубой силы. И войны там сейчас нет. Но люди, знающие, что такое война, есть и с одной стороны. Силовиков-то с Северного Кавказа, как мы знаем, очень многих фиксировали на Донбассе и потери среди частей Северокавказского военного округа. А с другой стороны, люди, получающие военную практику в Сирии и Ираке, объективно складывается такое ощущение, что просто пороховую бочку наполняют и уже зажигают фитиль. И не хочу говорить о чем-то злом умысле. Здесь нет умысла. Здесь безмозглая машина, которая не анализирует свои ошибки и не анализирует позитивные практики. Ведь те несколько лет, пара лет, что были, это и самый, нового курса Магомедова, с комиссиями по адаптации, с возможностью существования салафитских легальных общин. Это, казалось бы, хороший аргумент. Еще более убедительный аргумент есть в другой республике, в Ингушетии, где последовательный курс на, с одной стороны, контр-торор с человеческим лицом, а с другой, на возможность легального существования приходов не суфийских, ввел Юнусбек Евкуров. Ввел, несмотря на то, что его чуть не убили при покушении. Результат. Ингушетия, когда-то, в седьмом, в восьмом году, одна из самых горячих точек Северного Кавказа, сейчас едва ли не самая спокойная республика. Вот он, долгосрочный путь к решению проблемы. Но тут мы сталкиваемся с тем, что регион с командированными. С командированными, которые, с командированными силовиками из России, которые отбывают срок командировки, отчитываются вот тем нескольким месяцем, что они там проводят. Интересует ли их долгосрочная перспектива? Несколько лет. Ведь мы же собираемся жить долго, мы никуда от этого не отделимся. И такое возвращение к практикам начала Второй Чеченской войны, оно настраивает на очень пессимистические выводы. Я, наверное, бы сказала, что в тех делах, которые мы документировали, а мы документировали десятки дел о похищениях людей, об исчезновениях людей, о пытках, о внесудебных казнях, судя по тем сведениям, которые мы получали, в этих делах были замешаны как федеральные силовики, так, собственно, и местные. То есть, я бы не стала говорить об ответственности исключительно, эксклюзивно, федеральных силовых структур. Но по факту, да, одна из важнейших проблем это то, что доверие к власти у людей, оно находится на нуле на данном этапе. И во время короткого правления Магомедова, когда с салафитами велся диалог, то салафитские лидеры, умеренные лидеры могли работать с молодежью и говорить, ну, смотрите, это не исламское государство, но нам дают жить, нам дают молиться, мы представляем определенную силу, с нами разговаривают. И это, конечно, было невероятно важно. Как только диалог прекращается, и людей начинают ставить на какой-то противоправный, действительно не имеющий никакой основы в российском законодательстве учет, начинают непрерывно дергать, все это крайне унизительно, они понимают, что нормальная жизнь на этом месте закончилась, и что им тогда делать. И некоторые наши собеседники в регионе говорили, что мы не знаем, что сказать молодежи, мы не знаем, как отговаривать тех, которые заглядываются на лес или заглядываются на Сирию, потому что у нас уже нет аргументов, нет нормальной жизни, на этом месте нет аргументов. И я хотела бы подчеркнуть то, что уже было сказано Григорием Шведовым, да, действительно, казалось бы, число жертв в рамках конфликта в Дагестане, жертв в результате вооруженных столкновений, оно сократилось в 2013 году по сравнению с 2012, сократилось в 2014, по сравнению с 2013, вроде бы сокращается и сейчас, сократилось очень значительно, но мы также все больше и больше слышим о молодых людях из Дагестана, которые уезжают в Сирию, которые уезжают воевать, которые уезжают в тот джихад, который становится на сторону ИГИЛ, которые будут возвращаться. Краткосрочно, наверное, это то решение, о котором можно отчитаться. Ну, меньше убили силовиков, меньше, уровень насилия снизился, вроде как снизился, но в долгосрочной перспективе это может быть катастрофа. И очень важно еще об этом вскользь упомянулось и пият, забирают человека, вроде бы по какому-то подозрению, он не знает по какому подозрению, семья не знает, куда его забирают, но его забирают, то есть как бы задерживают просто без соблюдения процессуальных гарантий. Сотрудники силовых структур, это то, что мы называем задержание в стиле похищения, человеку уводят непонятно куда, у него нет доступа к адвокату, и далее из него выбивают показания. Как дальше человеку с этим жить? А это система. Это система, и более того, те люди, которые состоят на учете, на так называемом профилактическом учете, в АХ-учете, они знают, что другие, состоявшие на этом учете, уже задерживались, уже похищались, похищались, их уже избивали. Некоторые были при отсутствии каких бы то ни было весомых доказательств, осуждены, но если доказательств совсем нет, то условно, с большой вероятностью, или присуждены к тому самому сроку, который они и так уже провели в предварительном заключении, и они понимают, что с ними это тоже может случиться, это случилось с другими, значит, это с большой вероятностью случится с тобой. Вот как им жить в этой ситуации? Как им жить дальше? А в то же время тех активистов, адвокатов, журналистов, которые рискуют заниматься делами, связанными с контртеррором, с контртеррористическими мероприятиями, защищают пострадавших, они подвергаются очень серьезному риску, риску жизни. Их могут убить, их уже убивали. Некоторые были вынуждены совсем недавно покинуть регион именно из-за угроз убийства. И людям становится некуда обратиться, им уже просто некуда пойти. Да. Еще такой вот вопрос. Дагестан же многонациональный республик, в отличие от Чечни, от Ингушетии. Как вот там этот мотив тоже влияет? Там ревность может быть одной нации к другой. Когда-то был консенсус при советской власти, там был первый секретарь аварийц, я помню, я учился на курсе с дочкой Расула Гамзатова, она мне рассказала, что у нас стабильный уже за полвека. Сейчас нарушен этот консенсус. Владимир? Проблема в том, что, ну да, нарушен консенсус, но Дагестан он многонациональный, там язык на межнациональном вообще не русский, потому что много-много разных языков. Там были разные группировки, системы, при которых в госсовет входили представители всех государствообразующих народов, как-то, может быть, это удерживало. В Дагестане умеют говорить и договариваться на самом деле. И если давать возможность давать возможность политического представительства хотя бы на местном уровне, там люди умеют это делать. Людям нужно право, людям нужна правовая система, людям нужны выборы. Почему, собственно, в Дагестане получил такое широкое распространение салафитский ислам? Потому что не было правовой системы, нужной в 90-х годах. Когда наша замечательная плановая экономика рухнула, и из больших хозяйств у нас получились села, в которых много отдельных собственников, отдельных хозяев, ни советское, ни постсоветское, а российское законодательство не давало людям правовой системы, которая бы для этого подходила решать спорохозяйствующих субъектов. А шариат, зародившийся в среде мелких ремесленников, торговцев и так далее, он такую систему решения споров давал. Почему, собственно, в селе Карамахи появилась салафитская община? Потому что они, прежде всего, явились как люди, могущие решать споры. Точно так же политическая система, представительство от разных народов, при которых можно решать проблемы. Мы можем назвать тех политиков, которые действительно были политиками, которые представляли свои народы, которые занимались серьезными проблемами. Фарид Бабаев убит. Убийство отчасти расследовано, отчасти виновные скрылись. Кто еще убит? Ну, Ахмед Набиев, Ахмед Набиев, да, журналист. Адвокаты убитые, убитые журналисты, избитые. Сыпьят Магомедова, которая сейчас здесь выступала, вы бы ее видели, маленькая, худенькая, ее обвинили в том, что она избила двух здоровенных милиционеров. Уголовное дело расследовалось, то ли она избила милиционеров, то ли они ее избили, а у Сыпьят были зафиксированы травмы. Оба уголовных дела прекратили, вот Сыпьят продолжает работать. Мурат Магомедов, наш адвокат, с которым Мемориал там сотрудничает, был избит, очень серьезно избит, совсем недавно. Когда не работают нормальные правовые механизмы, приходит насилие. Да, в Дагестане насилия всегда было много, но там люди готовые к тому, чтобы говорить, говорить на одном языке, говорить на языке права, договариваться. Если нету светского права, которое позволяет решать самые разные споры, если нету нормальной светской политики, тех демократических институтов, которые позволяют решать споры от уровня сельской общины до уровня республики и выше, это место занимает нечто другое, и в том числе насилие. Люди готовы говорить, но для того, чтобы говорить, нужно, чтобы с ними кто-то разговаривал. А на данный момент в Дагестане с людьми не разговаривают. И есть совершенно вопиющие примеры. Например, лето 2013 года, страшные консеррористические мероприятия в городе Буйнакск. Действительно страшные, с очень серьезными нарушениями. И о них говорит местная правозащитница, сама салафитка Зарема Бвагудденова. Говорит очень громко и убедительно. Что происходит? Она задерживается, и далее ее судят за причастность к вооруженному подполью. Имеет место целый ряд обвинений, а по ходу дела обвинения как-то разваливаются, их снимают, оставляют одно и осуждают ее на пять лет, на пять лет лишения свободы, за то, что она якобы склонила некого человека к вступлению в ряды вооруженного подполья, обещая взамен выйти за него замуж. При этом дело совершенно пустое. Доказательств нет никаких. Но человек садится на пять лет со всей очевидностью за то, что он пытается говорить. Зарема Бвагудденова, если я правильно помню, правозащитный центр «Мемориал» признал политическое заключение. Да, именно потому, что она была осуждена не за свои взгляды, а, как было сформулировано, например, в постановлении о взятии под стражу, битым словом за свою правозащитную деятельность. Это когда человек, представляющий, казалось бы, радикальную религиозную общину, говорит языком светского права и пытается вообще перевести ситуацию в правовое русло. Его за это отправляют на пять лет за решетку. Еще две активистки организации правозащита, а это организация, которая работает именно с мусульманами-салафитами, которые пытаются убедить людей использовать механизмы права, российского права, были вынуждены покинуть республику, потому что получали слишком серьезные угрозы и просто боялись погибнуть. Куда людям идти? Кто будет помогать им разговаривать? И кто именно будет их слушать? Вот это, наверное, здесь ключевой вопрос. Да, кстати, вы назвали оппозиционных журналистов, а там же погибли, по-моему, председатели гостей или радио республики. Там убивали. И телеведущие, по-моему, мы делали передачу про него. Да, надо сказать, что там ведь и во власти были люди, которые пытались ситуацию удерживать в рамках. Вы говорили о межнациональных противостояниях. Я помню 99-й год, когда вторжение Басаева в Новолаксли и Хазавюртовские районы, населенные чеченцами и акинцами, было использовано для чего? Для того, чтобы не дать вернуться туда чеченским беженцам и зафиксировать ситуацию этнической числи. Выехали оттуда все, а чеченцам не дали вернуться, а Алаксли и Авархстли и милиции показательно погромили тамошние села. Магомед Салех Гусеев, тогдашний министр национальности и внешних связей информации Дагестана, буквально при мне занимался цензурой телевидения, прекращая передачи, которые призывали к погромам. В результате, в частности, в Дагестане не повторилась траледия пригородного района. То есть, когда депортация одного из этносов с целых десятков тысяч человек была бы зафиксирована потом на десятилетие. Там есть люди, были люди, в том числе и во власти, которые понимали важность диалога. Магомед Салеха Гусаева взорвали. Был хороший человек во власти. Были люди, способные к диалогу с разных сторон. Саидафанич Аркейский под конец ведь санкционировал диалог между суфийской и салафитской общинами. Без него, без его согласия не было бы такой возможности. Его взорвали боевики. Потому что для подполья опаснее всего не открытый враг, не человек с автоматом и бронетранспортером, который сносит дома и просто увеличивает их мобилизационный потенциал. Опаснее те, кто призывает к миру. Не зря пытались убивать того же Евкурова в Ингушетии. В итоге в Ингушетии, поскольку этот курс продолжился, там спокойно. Дагестан очень сложная республика, где много языков, но именно поэтому сохранился навык говорения на одном языке. Его как будто лишают этого языка, оставляя только один язык. Язык силы, язык автомата. Власти считают, что они борются с боевиками. Но ведь по сути они играют на руку именно вооруженному подполью. Потому что люди потеряли доверие к светской власти. Потому что молодежь, в первую очередь молодежь, рассматривает ИГИЛ с его мощнейшей, красочной пропагандой как, пожалуй, единственную реальную силу, которая глобально противостоит коррумпированной светской власти. И растет популярность ИГИЛа. И растет популярность войны. А какие вы, может быть, в конце вашего доклада делаете выводы и, может быть, какие-то рецепты даете? Ну, про выводы, я думаю, мы почти час уже здесь все говорили достаточно подробно. Что касается рекомендаций. Вообще, каждый доклад Human Rights Watch содержит в себе очень подробные рекомендации собственно властям и международным партнерам того государства, о котором в докладе идет речь. В данном случае наша первая и самая главная рекомендация к российским властям очень проста. Придерживаться законности и международных норм в сфере прав человека, осуществляя контурористические мероприятия. противостояние противостояние вооруженному подполью само по себе обязанность государству обязанность государству защищать общественную безопасность. Но защитой общественной безопасности нельзя оправдывать эти нарушения, нельзя оправдывать произвольные задержания, похищения людей, пытки, исчезновения, внесудебные казни. В контексте конт-террора это абсолютно недопустимо. Это, конечно, наша самая первая и главная рекомендация. Крайне важно, чтобы соблюдалось право задержанных на адвоката. Адвоката по своему выбору. В данный момент в Дагестане этого не происходит и из-за этого у людей зачастую силовики выбивают показания. Показания, не соответствующие действительности и, по сути, противоречащие интересам того же самого конт-террора. Очень важно, чтобы в регионе были нормальные условия для работы журналистов, правозащитников, адвокатов, чтобы людям помогали отстаивать свои права, чтобы людям помогали говорить. И, конечно, совершенно необходимо, чтобы Российская Федерация наконец ответила позитивно на запросы структур по правам человека ООН, таких как спецдокладчику Организации Объединенных Наций по пыткам, рабочей группы по принудительным исчезновениям и так далее, и организовала посещение представителями ООН региона, чтобы они могли изучить ситуацию и работать с Российской Федерацией на ее улучшение. Это только несколько из рекомендаций, которые включены в доклад. С докладом и с видеоматериалом, достаточно интересным, как мне кажется, сопровождающим доклад, можно ознакомиться на сайте нашей организации www.hrw.org. Полная версия доклада на данный момент существует только на английском языке, хотя переведено краткое содержание и рекомендации на русский, но полный текст на русском языке появится на сайте, на его русской секции буквально через несколько дней. Александр, мы говорили о том, что Ингушетия как-то влияет на ситуацию в Дагестане, а вот Чечня, близость Чечни, вот об этом мы еще не сказали. Ингушетия не влияет. Ингушетия – это пример того, чего можно добиться. Близость Чечни, Чечня – это моноэтничная республика, в которой нету того принципиального плюрализма, который есть в Дагестане. Борьба с боевиками. Но жесткий контртеррор, вот что называется метода жесткой силы, это то, что там применяется в предельной степени. И мы видим там тоже вот эту самую отложенную угрозу. Да, снижается уровень насилия, но куда деваются боевители или потенциальные боевители, и когда они вернутся. Мы много лет говорили, что безопасность и права человека это не антонимы, что говоря о правах человека, мы говорим о непременном условии, об обязательном условии для долгосрочной стабильности, для долгосрочного поддержания безопасности в регионе. И те цифры, о которых говорила Татьяна, о которых говорил Григорий, они доказывают, что долговременное соблюдение норм права, норм прав человека по использованию методов мягкой силы, которые основаны на разделении тех, кто верует инако и тех, кто совершает террористические акты, они в конечном счете работают на стабильность. Но, к сожалению, пока побеждают те, кто думает и живет сегодняшним от силы завтрашним днем. И это приближает, может приблизить дальнейшее катастрофическое развитие ситуации в регионе, учитывая контекст, учитывая два конфликта, которые у нас идут на Ближнем Востоке и на Востоке Украины, где люди тоже приобретают опыт насилия, где находятся многие части Северного Кавказа. Дальше? Да, да, Владимир. Если мы заговорили о Чечне и о цифрах, то Чечня это как раз единственная республика Северокавказского округа, которая по итогам четвертого квартала прошлого года дала очень серьезный рост статистике жертв вооруженного конфликта. Единственная республика, где это число не сократилось, как на всем остальном СКФО выросло. И выросло очень резко. В первую очередь, конечно, за счет страшного теракта в Грозном, боестолкновения в Грозном, которое было в начале декабря. Тем не менее, факт остается фактом. Это единственный регион, где число в Грозном, что выросло. Спасибо. Напомню, что сегодня у нас был цвет вообще правозащитного движения и в студии, и на прямой связи со студией. И большое вам спасибо за такой откровенный разговор. Напомню, что на Лонах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. Редактор субтитров А.Семкин